Здравствуйте! Приветствую вас на канале Нотик! Сегодня мы рассмотрим 14-дюймовый ультрабук от фирмы Lenovo, а именно 330S-14. Он серебристый, отличная начинка, хорошая цена. Давайте посмотрим на него поближе. Ноутбук полностью выполнен у нас в серебристом цвете. Крышка у нас сделана из алюминиевого сплава, на ней остаются отпечатки пальцев и разводы. В принципе, очень быстро всякие такие темные пятна появляются и довольно тяжело убрать потом тряпочкой. Рабочая поверхность у нас сделана теперь уже из пластика, тоже серебристого цвета, соответственно, на ней не остаются отпечатков пальцев и разводы, в принципе, на ней у нас тоже не оставались. Клавиатура, само собой, порезанная, 14-дюймовый аппарат с тонкорамичным дизайном, так что все ожидаемо. Но включение выведено отдельно, что мне очень нравится. Не люблю, когда она где-то здесь. Неудобно, как мне кажется. Клавиатура классическая Lenovo с хорошей отдачей. Кстати говоря, клавиатура не от бюджетных аппаратов, а именно от ноутбука, который чуть-чуть подороже стоит. Хорошая отдача, упругий ход и здесь диодная подсветка клавиатуры. Тачпад среднего размера, мне он очень понравился, нажимается в любом месте, отлично все реагирует, пользуется можно без мышки. Диагональ дисплейки, я уже сказал, у нас 14 дюймов, разрешение Full HD, покрытие матовое, а точнее антибликовое, даже скорее. И эта IPS-матрица, причем не самая плохая. Если сравнивать с конкурентами, то у Asus чуть получше, а вот эта примерно как у Acer. Низ шума Acer кажется немножко поярче. Но, в принципе, на 75% работать комфортно в условиях промышленного освещения на улице будет проблематично. Но нормально, за эти деньги я претензий не имею. Что касается звука, звук обычный для таких аппаратов, мне нечего про него сказать. Для YouTube и кино подойдет, само собой, музыку слушать лучше в наушниках. А теперь поговорим о портах и коммуникациях. У нас здесь присутствует только два обычных USB. Есть USB Type-C, есть комбинированный аудиовыход, видеовыход HDMI и карт-ридер. Обычный, большой, привычный карт-ридер. Толщина ноутбука составляет 1 см и 9 мм, а весит он 1 кг и 670 г. В нашей модификации установлен процессор Intel Core i3, маркировка 8130U. Двухъядерный, с возможностью турбобуста. А штатная частота 2,2 ГГц. Помимо этого, у нас есть 6 ГБ оперативной памяти DDR4. 4 ГБ распаянена на материнской плате. Еще 2 ГБ стоят планкой. В принципе, их можно вынуть и поставить больше, если вдруг вам это будет нужно. Но, в принципе, 6, наверное, должно быть достаточно. А еще у нас установлен SSD-накопитель на 256 ГБ. Кстати говоря, Windows здесь уже тоже установлен. Если вдруг эта начинка кажется вам знакома, это так. Мы уже презревали практически близнецов этого ноутбука. Это был Acer Swift 3 и Asus UX410. Не помню, какая дальше маркировка идет. Короче говоря, ссылки на них внизу. По работоспособности можете также обратиться к этим роликам, посмотреть. Вот там вот все, что для них было актуально, актуален для этого аппарата. По ощущению, что они только сверху, шкурка меняется, а внутри они практически идентичны. И, кстати говоря, по нагреву ведут себя так же. Кому можно посоветовать этот аппарат? Если вы не хотите покупать какой-то там Asus, какой-то там Acer, то Lenovo, отличный вариант. Если вам нужен 14-дюймовый ноутбук для работы. Процессор хороший, с небольшим андерболсингом, держит все свои штатные частоты. И нештатные, и труабустные частоты, само собой, тоже держат. Греется не сильно, подходит для любой работы. Предыдущим двум аппаратам, которые я уже говорил, была на претензии, что 4 ГБ реально не хватает. Придется их предоставлять. Здесь, в принципе, 6, ну, должно, по идее, хватить, если вы не сильно занимаетесь серфингом, и у вас не перегружен, как у меня, например, браузер Chrome. У меня куча плагинов, и у меня в среднем, там, 5 вкладок, и уже 4 ГБ оператива, уже занято. Все, все. Вот, но аппарат хороший, мне понравился. Единственное, что по сравнению с другими, опять же, аппаратами, если сравнивать с тем же Acer и Asus, этот не полностью алюминиевый. Ну, и, в принципе, он так выглядит немножко попроще, как таковой. Кстати говоря, стоит этот аппарат 45 тысяч рублей, что немного. Те два аппарата, которые мы уже обсуждали, стоят примерно столько же, а тут, как бы, ну, все, есть 6 ГБ оперативной памяти. Реально добавят и будет плюсом при работе с браузером, и не только. Если вдруг вы многозадачный, у вас постоянно куча всего открыта, ну, это будет лучше, чем потом покупать за эти же деньги другой аппарат, доставлять оперативку, ну, вы все, это прекрасно знаете без меня. Поэтому я бы рекомендовал этот аппарат к покупке, ну, если, опять же, вы не хотите Acer или Asus. Большое спасибо за просмотр и до свидания. Продолжение следует...